Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске ремесла в Западной Армении. Мараш. Вооруженные силы Азербайджана совершили 69 преступлений против армян Арцаха с момента объявления 9 ноября. В Херхане Арцаха запланированы работы по благоустройству. Интервью Гильермо Караманяна, консула Республики Западная Армения в Аргентине. Четыре сельские дороги в Джавахе будут заасфальтированы. Звучание западноармянского языка. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. С древних времен мараш Западной Армении был известен как процветающий центр ремесел и искусства, где армянское присутствие всегда было значительным. Таким образом, шитер, роспись, мебельное и ювелирное дело являются армянскими ремеслами. Ремеслами занимаются как в городе, так и в сельском местности. Подавляющее большинство населения провинции занимается скотоводством и земледелием. Помимо земледелия и скотоводства, население сел занимается деревообработкой. Вырубая деревья из окрестных лесов, они делают разные столярные изделия. В начале 20 века шелководство стало рассматриваться как прибыльный бизнес. Однако шелководство, как и многие другие ремесла, прекращаются с исчезновением армянского элемента в Мараше. Город Мараш был несравненно богат разнообразием и обилием ремесел. После трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года до 1 января 2022 года азербайджанскими вооруженными силами, находящимися вблизи армянских населенных пунктов, было совершено 69 преступлений против армян Арцаха, в связи с чем было возбуждено 54 уголовных дела. Об этом сообщает прокуратура республики Арцах. Данные показывают, что после трехстороннего заявления Азербайджан регулярно нарушает условия полного прекращения огня и боевых действий, в результате чего гибнут люди, нарушаются простые правила, необходимые для существования и жизни человека. Армянские солдаты, российские миротворческие силы остаются сдерживающим фактором для расширения террористических и геноцидных действий Азербайджана, говорится в сообщении прокуратуры республики Арцах. В селе Херхан Мартунинского района Арцаха проживает 128 жителей. Об этом сообщил мэр Гриша Карапетян. «У нас есть 18 домов в свободном жилом фонде поселка, которое мы с радостью предоставим нашим переселенцам-соотечественникам. В школе 15 учеников детского сада в селе нет, но у нас 16 детей дошкольного возраста», – сказал мэр. И основной проблемой села Карапетян назвал газоснабжение и плачевное состояние внутриобщинных дорог. Касаясь занятости населения, наш собеседник сказал, что основным занятием сельчан являются земледелие и скотоводство. В интервью радиопрограмме «Розы» Маргариты Тутунджан «Армения. Я здесь» консул Республики Западная Армения в Аргентине доктор Гильермо Караманян сослался на доклад президента Западной Армении Арменака Абрамяна во время зум-конференции 19 января, который был посвящен 102-летию государства Армении и Конституции государства Армения, признанной важнейшими странами мира. На асфальтирование дорог сел Хандо-Вар-Эван, Ломатухц, Бурнашет, Джодалар, Хокам-Карцеп и Дадеша-Халкалакского муниципалитета из государственного бюджета выделено более 4 миллиона в ларе. Служба государственных закупок Ахалкалакского муниципалитета объявила три тендера для выполнения работ – асфальтирования сельских дорог. Работы считаются долгосрочными, так как их планируется завершить в течение двух лет, но муниципалитет не исключает, что они могут быть завершены в течение года. В проектах, финансируемых из государственного бюджета, 95% стоимости работ оплачивается государством и не менее 5% местным бюджетом. Западноармянский – один из двух стандартизированных форм современного армянского языка. Другая – восточноармянская. Он в основном основан на армянском диалекте Константинополя, в отличие от восточноармянского, который в основном основан на ереванском диалекте. До начала XX века в Османской империи также говорили на различных армянских диалектах. Армянские диалекты, на которых говорят в настоящее время, включают амшенский диалект, диалекты кесаба Сирии, латаки, джисер, аш-шугура, ливана, анжара, Константинополя и вакифли. Статья полностью доступна на нашем сайте. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Наша работа направлена на сохранение и развитие связи между нашими соотечественниками и Родиной. На этом историческом этапе мы все обязаны поддерживать наши национальные требования, чтобы вместе противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся, и добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба длится долго, но победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути. Вместе мы сможем больше. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.